Дорогие друзья, есть две новости, которые я хочу для вас комментировать. Первое, то что Пашиньян собирается посетить Турцию. Посмотрим, что об этом говорится на турецких каналах. Ну, короче, долго буду говорить на армянском и на турецком, которые мы не понимаем, менее вы не понимаете. Буду коротко говорить о том, что помощник президента Турции опубликовал информацию о том, что Пашиньян собирается в Турцию в марте месяце для участия в Анталии в дипломатическом форуме. Но пока что армянская сторона эту новость не подтверждает. Но с другой стороны задаем себе вопрос, а как же обычные граждане Армении, которые тоже хотят полететь в Турцию, горят желанием полететь в Турцию, несмотря на то, что они ругают Турцию, обвиняют во всех смертных грехах, но они очень сильно хотят попасть в Турцию. Для них открыты рейсы Ереван-Стамбул. Совсем недавно турецкая компания Pegasus и армянская компания начали лететь в Ереван. Для того, чтобы не рекламировать разнообразные интернет-сайты по продаже билетов, я это буду смотреть в Яндекс.Расписание. Давайте посмотрим Ереван-Стамбул, все дни. Смотрим, что летает понедельник, вторник, пятница, воскресенье. Понедельник, вторник, пятница, воскресенье. То есть получается 5 дней в неделю летают самолеты Ереван-Стамбул. И какая цена? 6 тысяч 465 рублей. 6 тысяч 465 рублей в долларах сколько у нас получается? 85 долларов. То есть полет в одну сторону для гражданина Армении в Стамбул. Тот Стамбул, который они с утра до вечера почему-то называют Константинополем. Они готовы лететь за 85 долларов. Это цена стандартная 6 тысяч 465, но есть еще и цена 3619 рублей, как вы видите здесь. А это у нас 3650 рублей, по максимуму возьмем. Это 47 долларов США для полетов в Истамбул, граждан Армении. И тут мы задаемся совершенно справедливым вопросом. А сколько же стоит лететь из Баку в Истамбул? Чисто теоретически сравнить. И у нас получаются следующие цены. В Баку, в Истамбул летят турецкие авиалинии, азербайджанские авиалинии и так далее. И цену мы видим, что турецкие авиалинии стоят от 13 тысяч рублей, а 13 тысяч рублей у нас это 170 долларов. Или же азербайджанские авиалинии, вот без багажа, без всяких принадлежностей, 8521 рублей. Это у нас 112 долларов. Как вы видите, разница ощутимая. Полет в Истамбул для граждан Армении стоит намного-намного дешевле, чем для граждан Азербайджана. Почему так? Может быть, это большая политика, а может быть, и это результат ненасытности авиакомпаний, которые хотят зарабатывать на полетах граждан Азербайджана в Истамбул. Еще раз показываю цены Ереван-Стамбул. 3 тысячи 619 рублей. Это начиная с марта месяца. Именно с того марта месяца 2022 года, когда премьер Армении полетит в Анталию на участие в первом дипломатическом форуме с участием армянских политиков. Вот, пожалуйста, дорогие друзья, ну что нам остается? Нам остается сделать выводы. Сделайте выводы, господа. Спасибо. Спасибо.